Добрый вечер, уважаемые участники нашего вебинара. Сразу спрошу, хорошо ли нас видно и слышно, чтобы мы начали обсуждение нашей основной заявленной сегодня темы. Пожалуйста, поставьте ваши плюсики в общем чате, если вы меня видите и слышите, и мы начнем. Да, отлично, спасибо за обратную связь. Я вижу, что все в порядке с технической стороной вопроса. Начинаем наш разговор о криптовалютах и о том, как на них можно заработать. Это уже третий наш по счету вебинар. Мы провели две встречи. И на самом деле сразу отметим, что те торговые рекомендации, которые мы дали на прошлой неделе, отличным образом себя показали. Наши трейдеры заработать сумели примерно около 20-30% от своего депозита. Но именно торговую часть вопроса мы разберем несколько позже. Сразу отмечу, что среди наших зрителей есть те, кто только начинает с данной сферы ознакомиться. Поэтому мы начнем с небольшой теоретической вводной части. Она займет буквально 5-7 минут, поэтому не стоит бояться именно теоретических аспектов. И затем уже перейдем к практике, то есть на примере 8 основных криптовалют рассмотрим те торговые возможности, которые есть в данный момент. Что касается плана нашего сегодняшнего вебинара, то кроме теории мы поговорим еще о тех новостях, которые нас ожидают в ближайшее время, либо уже вышли и влияют так или иначе на стоимость криптовалют в данный момент. Кроме того, проведем графический, технический анализ основных криптовалют, как уже было мною сказано, и рассмотрим еще индикаторы для анализа рынка. То есть это то, чего мы не делали в ходе прошлых наших встреч. То есть на примере встроенных в МТ4 платформы индикаторов разберем торговые возможности, которые нас ожидают в ближайшее время. Так или иначе, я думаю, каждый из вас уже слышал про криптовалюты и про главную из них биткоин. Напомню, что криптовалюта – это актив, который полностью является цифровым или виртуальным, то есть мы не сможем положить все эти средства в наш обычный кошелек, но тем не менее эти инструменты расчетов обладают уже очень большим влиянием и, конечно же, на них можно приобрести буквально все в настоящий момент, начиная от каких-то повседневных вещей и заканчивая элитной недвижимостью. Вот недавно была опубликована новость о том, что в Эмиратах целый жилой комплекс распродается исключительно за биткоины, то есть те, кто имеет на своем кошельке необходимую сумму, могут себе позволить покупку даже столь крупную, не говоря уже о каких-то меньших вещах. То есть если говорить простым языком, то биткоин и все остальные криптовалюты – это просто инструмент для расчетов, либо для переводов внутри системы. То есть, например, я, имея сумму на своем кошельке в биткоинах, либо другой криптовалюте, например, в эфире, могу перевести эту сумму на кошелек, непосредственно ваш, либо могу этими деньгами оплатить любую покупку в интернете, просто зная уникальный ключ пользователя, который необходимо набрать при переводе. Двигаемся дальше. Биткоин, как уже мной было сказано, является первой криптовалютой, он появился в 2008 году, казалось бы, прошло совсем немного времени с момента его появления, но, тем не менее, он стал уже настоящим событием для финансовых рынков, прежде всего за счет своей волатильности. Вот неоднократно вы могли слышать о том, как за несколько недель или месяцев трейдерам удается зарабатывать десятки, а то и сотни процентов от своего капитала именно на криптовалютах и, в частности, биткоине. На слайде обозначено главное преимущество в использовании биткоинов, это, конечно, принцип анонимности, но, однако, в данный момент это далеко не единственный его плюс, и, скорее, принцип анонимности отходит уже на второй план, то есть это не так важно, на самом деле, в данный момент для пользователей, потому что долгое время вообще биткоин афицировался с чем-то криминальным, но на самом деле это не так. Мы видим, как в последние месяцы активно данная сфера легализуется. С 1 апреля, когда Япония официально объявила о том, что признает биткоин платежным средством именно по закону, а не просто на словах, и не стоит считать, что это была первоапрельская шутка, на самом деле решение было принято в начале месяца, но оно абсолютно серьезно, и, как мы видим на графике цены, точнее, чуть позже увидим, именно с апреля начинается вот тот взрывной рост, импульс по биткоину и прочим криптовалютам, то есть во многом рост был обеспечен на первых порах, именно вот выходом данной новости, это стало прецедентом, потому что до момента наступления весны текущего года ни одно государство не признавало биткоин официально, более того, некоторые даже пытались его запретить, в частности, Триланд и Россия предпринимала такие шаги, но, сами понимаете, запретить то, что нельзя потрогать, ощутить практически невозможно, то есть в этом как раз таки плюс криптовалют в том, что это не подконтрольная каким-то регулятором система, вот об этом я тоже думаю, мы кратко поговорим чуть позже, а пока скажем о способах получения дохода с криптовалют, есть два основных инструмента для такой деятельности, прежде всего можно получать новые биткоины за счет майнинга криптовалют, майнинг это создание практически с нуля на вашем компьютере новых единиц для расчетов, то есть вы, скачав специальную программу на ваш компьютер, тоже можете стать майнером и получать определенное вознаграждение за то, что будете помогать в обработке транзакций тех пользователей, которые уже производят переводы и оплату услуг с помощью данной системы. Но сразу отмечу, что майнинг в настоящее время является довольно долго окупаемой деятельностью, если еще несколько лет назад можно было зарабатывать, точнее окупать те вложения, которые были сделаны в оборудовании всего лишь за пару недель, либо один-два месяца, то сейчас срок окупаемости вырастает практически до года. То есть если вы посмотрите на специальных ресурсах, посвященных данной деятельности информацию, то выясните, что если начинать с нуля данный бизнес сейчас, то нужно будет столкнуться, во-первых, с проблемой в покупке оборудования, так как не так просто найти подходящую по мощности установку, так и с тем, что срок окупаемости будет довольно большим. И не стоит забывать об еще одной самой важной, пожалуй, детали, то что если мы занимаемся майнингом криптовалют, то мы напрямую зависим от снижения стоимости криптовалют. То есть, например, если, скажем, мы производим с вами один биткоин условно в месяц, а сегодня его цена 2000 долларов, а завтра она становится, скажем, 500, то, конечно, мы в долларах наш доход теряем. И второй способ получения дохода с криптовалют, это то, о чем мы сегодня будем более детально говорить, это, конечно же, трейдинг криптовалют, то есть спекулятивные сделки по покупке или продаже одних криптовалют по отношению к другим, либо к доллару США. То есть мы прогнозируем с помощью инструментов технического анализа, либо работая по новостям, которые наблюдаем, можем прогнозировать курс криптовалют в дальнейшем. И чуть позже мы рассмотрим, как это все работает. Опять же, в таком случае мы можем не только покупать, но и продавать криптовалюту, то есть независим от снижения курса. И, конечно, нам можно обойтись и меньшими вложениями по сравнению с майнингом криптовалют. Поэтому, безусловно, в данный момент это общее принятое мнение, вот если вы входите с нуля в данную сферу, то гораздо проще и быстрее получать доход именно с трейдинга, а не с создания криптовалют, то есть с майнингом. Вот опять же, если мы обсудим те причины, потому что логично появление вопроса о том, почему так быстро и сильно растет биткоин, то нужно будет отметить несколько факторов. Прежде всего, это фактор технологический, то есть в самой программе, в самом коде, изначально разработчиками данного инструмента было заложено следующее. Количество биткоинов заранее известно, и ограничено. Более того, вот сложность добычи, то есть появление новых единиц криптовалюты постоянно увеличивается. Поэтому, если, скажем, год назад в месяц можно было намайнить, скажем, один биткоин, ну опять же, это условный пример, то сейчас за этот же промежуток времени и с той же самой техникой можно будет получить всего лишь, скажем, одну десятую биткоина. И с каждым годом сложность майнинга возрастает, и при этом мы видим, как замедляется предложение. То есть если мы, опять же, вернемся к таким обычным экономическим основам, да, как спрос предложения, то получится, что предложение, то есть производство появления новых биткоинов и прочих криптовалют постоянно уменьшается. А если количество чего-то уменьшается, то, конечно, цена этого будет расти. Вот, собственно, довольно простой пример, как обеспечивается рост криптовалюты. И, конечно, нужно будет сказать о том, что постоянно возрастает интерес к данной сфере. Мы видим все новые способы использования криптовалюты. Если раньше это был какой-то аналог платежной системы, как, скажем, Киви или Яндекс.Деньги, то есть просто могли переводить сумму между кошельками либо оплачивать что-то в интернете, то теперь мы видим, как криптовалюты используются и система блокчейн, в частности, о чем мы сейчас тоже поговорим, используются даже крупнейшими банками для того, чтобы упростить свою деятельность и сэкономить. То есть благодаря данному инструменту можно очень сильно снизить издержки, если вы, скажем, представляете собой какую-то финансовую организацию. И поэтому, конечно, потенциал криптовалют пока еще сложно оценим, но, безусловно, этот потенциал крайне-крайне велик. Вот возникает вопрос, опять же, где хранятся биткоины. Есть несколько способов хранения криптовалюты. Можно их держать на специальном кошельке в интернете, можно это делать на жестком диске вашего компьютера. Только в таком случае, если с вашим компьютером что-то случится, то вернуть биткоины вы уже не сможете. Были случаи неоднократно, когда кто-то по незнанию просто выбрасывал жесткий диск, либо подвергался какому-то физическому воздействию, и затем все криптовалюты, которые хранились на этом жестком диске, были безвозвратно потеряны. И в данный момент реализована возможность даже хранения криптовалют с помощью специального приложения на мобильном устройстве. Но, опять же, по большому счету, незачем хранить где-то криптовалюты, если можно иметь торговый счет, например, брокерской компании в долларах США, и просто совершать сделки по покупке или продаже криптовалют, фиксировать прибыль также в долларах, и постоянно у вас сумма будет именно в этой валюте находиться, то есть вы сможете ее выводить в любой момент, скажем, на банк или платежную систему. По большому счету, если вы не хотите просто накапливать криптовалюты на будущее, то вам кошелек и не нужен. То есть проблема с хранением криптовалют, она решается, если вы торгуете ими через брокера. Мы уже несколько слов сказали о том, что биткоин растет, и остановились на том, почему он растет. Вот на данном слайде вы видите еще несколько причин столь сильного движения. Мы отметили уже саму технологию биткоина, плюс, нужно сказать о том, что постепенно большие деньги приходят в данную сферу. Если раньше только частные инвесторы могли переводить суммы со счета на счет друг друга, и изредка что-то оплачивали в интернете, то теперь уже крупные компании участвуют в специальных проектах ICO, о чем мы поговорим чуть позже. Могут даже совершать сделки по покупке больших объемов криптовалюты, но пока все это еще не имеет официального статуса. Поэтому если мы с вами говорим о том, что рост биткоина, да кто-то может сказать о том, что рост биткоина завершен, и нет факторов для его дальнейшего роста, то с этим, конечно, можно поспорить, потому что важный элемент торговли любым финансовым активом – это ликвидность и это большие деньги. И вот большие деньги, по сути, пока еще не пришли в данную сферу. Американская биржа по торговле опционами, которая находится в Чикаго, Сиби, АОИ, она планирует лишь пока запуск производных инструментов от криптовалют. То же самое планирует сделать и московская биржа. То есть, как только данный функционал будет запущен, мы сможем наблюдать, как крупные участники рынка, страховые компании, инвестфонды, например, смогут также данными инструментами оперировать в своей торговле и размещать свои активы, свои инвестиции вот именно в данных инструментах. Конечно, это спровоцирует очень сильный рост криптовалют в целом. Можно только догадываться, во сколько раз в таком случае вырастут остальные из них. Помимо этого, мы отмечаем, что постоянно растет приток инвестиций от обычных частных инвесторов. То есть, наверняка, многие из вас, скажем, узнали о криптовалютах хоть что-то совсем недавно, либо слышали ранее, но всерьез не восприняли эту информацию. И, конечно, этот интерес, опять же, будет только увеличиваться. Поэтому вот те инвестиции и те покупки криптовалют, которые делают обычные частные инвесторы или трейдеры, он также будет на это влиять. Психология рынка оказывает также очень серьезное воздействие. Если вы когда-то занимались трейдингом, либо просто покупали, скажем, доллары в момент, когда курс рубля резко падал, вы помните, какая эйфория возникает в такие периоды. То есть, опять же, если, скажем, вы живете в России, помните 2014 год, когда с 30 рублей доллар вырос до 80 в моменте, то вы, конечно, также можете помнить, что происходило с головами обычных людей, как все боялись дальнейшего бесконечного роста и покупали, покупали доллары буквально на последние сбережения. То есть, то же самое может происходить и в отношении криптовалют, только здесь ситуация уже не локальная, то есть, не в пределах одного рынка находится, российского, например, а уже ситуация общемировая. То есть, будет ликвидность со всего рынка вот в данной сфере накапливаться. Конечно, если мы видим, как какой-то актив растет на несколько сот процентов всего лишь за несколько месяцев, то мы тоже хотим его купить. Это вполне логично, потому что можно будет ожидать с большей вероятностью продолжения роста до некоторого момента. И, конечно, поэтому потенциал увеличения стоимости криптовалют еще далеко-далеко не исчерпан. И, конечно, вот то, о чем мы сказали, это то, что технология является крайне недооцененной. мы пока еще даже не можем понять, насколько данная технология может быть полезна. Каждый день мы видим новости о том, что различные центральные банки, правительства стран и крупные корпорации разрабатывают свои проекты на основе блокчейна. Блокчейн – это та технология, на которой основан биткоин и криптовалюты. И вот никто еще пока не знает, что произойдет в результате этих разработок. То есть, наверняка будут появляться все новые и новые интересные проекты, которые будут провоцировать дальнейшее увеличение стоимости криптовалют. Отметим, что наступает пора официального признания со стороны многих стран. То есть, мы говорили о Японии, скажем еще об Австралии и Вьетнаме. Это те страны, которые, что называется, на подходе, они уже разрабатывают законопроекты, либо вырабатывают свои решения по поводу легализации и признания официального статуса биткоину. Поэтому, опять же, это обеспечит сильный рост в дальнейшем. Введем еще два важных термина. Это термин блокчейн и термин ICO. Блокчейн это просто технология хранения либо обработки информации. По сути, это та технология, на которой основан биткоин. То есть, сначала появился, ну, точнее, изначально они появились одновременно. То есть, был биткоин, который был основан на технологии блокчейна. В чем его смысл, вы можете видеть на картинке. Главная суть в том, что система децентрализована. То есть, нет какого-то главного сервера, либо нет главного компьютера или, скажем, здания центробанка, где какие-то решения принимаются. И нет регулятора, который может, скажем, повлиять на любой платеж, либо должен будет его подтверждать, обрабатывать и так далее. То есть, каждый компьютер системы, каждый элемент этой системы, ну, либо компьютер майнера, да, вот то, почему мы говорили, майнеры получают доход со своей деятельности, потому что они помогают в обработке транзакций денежных, а также они помогают поддерживать работоспособные системы в целом. И, кроме того, на компьютере каждого майнера хранится какая-то часть важной информации о тех переводах, которые были совершены ранее. Вот поэтому, опять же, за данной системой будущее, то есть она децентрализована, но в то же время помогает сохранить и принцип анонимности, и помогает всю информацию получать о любом переводе. Ну, если привести простой пример, то в данный момент любой участник системы может видеть полную информацию по любому платежу, то есть вся история транзакции абсолютно прозрачна между участниками системы, но при этом он не видит фамилию и имя отправителя и получателя. То есть, например, я могу увидеть, кто и кому переводил какую-то сумму, но я не увижу, точнее, я могу увидеть детали этого платежа, то есть конкретную сумму и время, например, но не увижу, кто это был и кому пошел платеж. То есть, опять же, это особенность данной системы и, безусловно, она представляет собой будущее финансовой сферы в целом. Что касается ICO, то это способ привлечения инвестиций, он появился совсем недавно, это стало возможно благодаря разработке такой гиптовалюты и платформы для проведения ICO, как Эфир. Эфиром тоже можно торговать, это такая же, по сути, гиптовалюта, как Биткоин, только имеющая дополнительное еще применение для сбора инвестиций. Возможно, вы слышали про то, какой шум наделали ICO в текущем году. Несколько проектов смогли собрать более 100 миллионов долларов всего лишь за несколько дней, что не сравнится ни с одним IPO. IPO – это проведение размещения акций на фондовой бирже. И, конечно, данная сфера также очень перспективна, потому что те токены, которые покупают инвесторы в ICO, могут вырасти в цене на тысячи процентов за буквально несколько дней. Ну, если не на тысячи, то, по крайней мере, на сотни процентов. Я видел вопрос в общем части о том, где лучше торговать криптовалютами. И вот на самом деле мы сделали небольшой анализ того, как и где можно торговать криптовалютой. На самом деле с биржами криптовалют было несколько печальных инцидентов. Те, кто торговал через BTC и, я думаю, вам не нужно лишний раз рассказывать о том, что случилось в этом году. Из-за того, что средства трейдеров этой биржи были заморожены в июле этого года, многие трейдеры, которые торговали там, пропустили масштабные движения в августе. То есть, опять же, биржи криптовалют себя несколько дискредитировали. Это началось еще в 2013 году, когда крупнейший момент биржи MT-GOX объявила о банкротстве и отказалась возвращать средства тем трейдерам, которые там работали. Поэтому, опять же, возникает вопрос, а что такое биржи криптовалют? По сути, это обычный сайт, который не имеет регулирования, причем там довольно неудобный бывает момент пополнения и снятия, потому что биржи зачастую принимают только криптовалюты, то есть, вам нужно уже иметь на кошельке какую-то криптовалюту для того, чтобы пополнить торговый счет у биржи. И вы можете еще воспользоваться специальными обменниками, завести сумму, скажем, с карты на специальную платежную систему, а потом конвертировать ее в криптовалюту, но при этом потери будут порядка 10-15% от суммы, которую вы хотите использовать для торгового. Поэтому, конечно, вот вывод тоже нельзя сказать, что удобный. Я и мои коллеги, мы сами торговали все время на бирже криптовалют и вполне понимаем то, о чем говорим. Конечно, там довольно много инструментов интересных, которые могут вырасти, но все организационные моменты и страх того, что сайт просто перестанет работать завтра или в течение недели, сказываются на результатах работы. Что касается брокеров, то как раз таки компания Амаркетс, которая для вас данная организовала, также предлагает своим клиентам торговлю криптовалютами, но при этом плюсы это наличие физических офисов во многих странах мира, защита до 20 тысяч долларов по каждой претензии от регулятора финансовой комиссии, при этом более 10 способов удобных пополнения и снятия без дополнительных комиссий, то есть комиссия на пополнение будет и вовсе компенсирована, а на вывод составит не более одного процента. Плюс удобный терминал МТ4, о чем мы дальше поговорим, потому что именно в данной платформе мы будем разбирать движение по основным криптовалютам и строить дальнейшие прогнозы и планы по реализации наших торговых идей. Ну и вот такой факт, который можно похвастаться, нам уже 10 лет на рынке, поэтому говорить о надежности данный аргумент также позволяет. в принципе на этом теоретическая часть наша окончена, мы рассмотрели то, что такое криптовалюты, основные термины и то, почему так сильно растет биткоин в последнее время. Предлагаю обсудить те новости, которые нас ожидают либо вышли в ближайшее время, и параллельно с этим я запускаю трансляцию моего рабочего стола, чтобы мы могли перейти в торговую платформу и построить наши прогнозы относительно дальнейшего движения цен. Алимс, уточните, что со связью, если вам плохо слышно или видно. Да, Ирина, спасибо, я вижу, что все хорошо. Прошу вас поставить плюсик, если вы сейчас увидите мой рабочий стол, а точнее платформу МТ4, в которой мы сейчас будем дальше работать. Отлично, плюсики вижу, поэтому переходим в торговый терминал и параллельно с этим обсудим несколько новостей. Вот та биржа BTC, на самом деле, о которой мы уже несколько слов сказали, вроде бы начинает свою работу с 15 сентября, вот, однако им необходимо выполнить довольно серьезные обязательства перед трейдерами, то есть те деньги, которые заводили трейдеры на свои торговые счета, а там были очень крупные участники, необходимо будет биржу возвращать, потому что она свой статус и свой лимит доверия довольно сильно потеряла, поэтому сейчас начнутся массовые выплаты, вот, как раз-таки с чем связывали столь быстрый отбой биткоина от отметки в 5 тысяч долларов, вот на прошлой неделе, кто из вас был на вебинаре, вы, возможно, помните о том, что мы советовали вам покупать биткоин, мы были вот примерно в этой области, я сейчас обозначу ее еще дополнительно на графике, и мы говорили, что ближайшая отметка будет как раз-таки 5 тысяч долларов за один биткоин, то есть это не какое-то приукрашивание ситуации, на самом деле мы давали такую рекомендацию, запись этого вебинара есть в свободном доступе, но вот возле отметки в 5 тысяч долларов биткоин остановился, более того, начал падать вниз. Есть две основные причины тому, почему так произошло, первое, это психологический аспект, потому что многие, кто покупал криптовалюту, именно биткоин ранее, решили фиксировать свою прибыль вблизи данного уровня, признаюсь, я тоже закрывал позиции частично перед достижением данной отметки, потому что на самом деле еще на американском фондовом рынке есть такая тема, что круглые уровни очень хорошо себя показывают, именно в виде круглых значений цены чаще всего появляется какой-то крупный объем, который позволяет развернуть цену в моменте, либо просто фиксировать свои прибыли те, кто покупал по более дешевой цене. Поэтому логично, что вблизи отметки в 5000 начались продажи, и более того, есть такая информация, что сама биржа BTC-E продает свои остатки, которые у них есть на счетах в биткоинах, продает по хорошим ценам сейчас, чтобы вернуть хотя бы часть средств тем трейдерам, которые с ней ранее работали. Но, как видим, даже если реализовывались данные биржи крупные объемы по биткоину, продажи, биткоина, то эти объемы все уже рынком выкуплены. То есть в данный момент мы видим несколько важных тенденций на графике. Прежде всего, это отметка в 4500, это горизонтальная линия, которая находится по центру синего цвета. Мы видим, что раньше это было абсолютным максимумом для биткоина, затем мы закрепились выше данной отметки, и после того, как мы возвращаемся опять выше данного уровня, это происходит буквально сегодня, у нас появляется опять новый сигнал на покупку. То есть мы видим, что если бы сейчас на рынке преобладали продавцы, то есть те, кто рассчитывает на снижение биткоина, то мы выше этого уровня бы не поднялись, потому что за этим уровнем располагаются так называемые стоп-ордера. То есть, скажем, если мы продали биткоин по 4500, то мы понимаем, что это важный уровень, из-за него можно поставить стоп-лосс, чтобы ограничить наши убытки в будущем, если цена пойдет против нас. Поэтому, конечно, огромное количество стоп-лоссов размещалось за данным уровнем, и сейчас у нас нет оснований считать, что биткоин будет снижаться далее. То есть мы находимся в рамках общего восходящего тренда, у нас есть цель на отметке в 5000 долларов, вероятнее всего она будет протестирована уже в ближайшие дни. Мы увидим ситуацию или так называемый паттерн графического анализа, который вы уже не раз видели по биткоину и по другим криптовалютам, это так называемая двойная вершина. То есть, когда у нас есть некий максимум в прошлом, цена от него сначала уходит вниз, но затем вновь приближается к этой отметке в надежде на то, что будет даже сфиксирован пробой этого уровня. Вот буквально несколько недель назад была похожая ситуация. Мы видели как раз таки возле уровня 4,501 максимум и чуть позже было повторение этого же самого максимума. Вот то же самое мы наблюдаем и сейчас. То есть, у нас был рост, была коррекция и вновь подгоняем цену к этому уровню. Вот то же самое по сути происходит и сейчас. У нас есть рост, есть коррекция и мы также будем подгонять цену к максимальному значению. То есть, потенциал для покупки биткоина в данный момент сохраняется. Это первая торговая идея, которую можно будет использовать в ближайшие дни. Убытки можно ограничить постановкой стоп-лосса за уровень в 450 долларов. Вполне это будет допустимо. по мере того, как будем обсуждать криптовалюты, будем проверять еще общий чат на наличие вопроса. Кто успел продать по 5000 молодцы, это отличная сделка. На самом деле, если цена подходит к прежнему максимуму, есть два сценария, можно аккуратно продавать от этого максимума, потому что цена может отбиться от него, но нужно делать это опять же очень осторожно, потому что криптовалюты показали всем, что они от максимальных значений почти не отбиваются. Если отбиваются один раз, то пробивают этот уровень на второй. То есть, скажем, если мы раз отбились от отметки в 5000, то во второй раз, когда мы к ней подойдем, вероятнее всего, мы увидим пробой данного значения и дальнейший рост. Именно то, что было по биткоину ранее. Мы говорили о том, что фигура двойная вершина очень хорошо себя показывает в работе с криптовалютами. На самом деле, посмотрите на график эфира, это вот так раз таки криптовалюта, на основе которой проводится ICO. И если мы говорим о важных новостях, которые сферу окружают в данный момент, то отметим, что Китай запретила ICO официально, то есть эта новость вышла несколько дней назад, но отметим, что в целом на сферу криптовалют данная новость негативного влияния какого-то сильно не окажет. Почему? Потому что есть множество стран, где ICO разрешены и просто те компании, которые собираются привлечь новые инвестиции, будут уходить из Китая, будут уходить в другие страны. То есть в так называемые тихие гавани, где существуют и некие налоговые преференции, льготы, а помимо этого разрешено законодательно проводить ICO. Вот в частности Остров Мэн, например, тоже новость была сегодня опубликована, входящий в английский архипелаг, находящийся недорогой от Великобритании и по сути во многом страна авторитетная, уже объявил о том, что будет способствовать тому, чтобы ICO проводились на ее территории. У них есть уже ряд законопроектов, которые данную сферу регулируют, поэтому там порядка 40 компаний уже в сегодняшний день свою деятельность ведут, вот именно в юрисдикции данного государства. Плюс отметим, что кроме Китая пока никто ICO не запрещал официально, поэтому опять же повторимся, что вряд ли данная новость окажет серьезное влияние на рынок криптовалюты, потому что на биткоин в принципе данная новость не может повлиять, потому что на основе биткоина ICO никто не проводит, а вот на эфир могла бы в принципе данная новость оказать прямое влияние, но мы видим, что котировки довольно устойчиво себя ведут в ходе сегодняшней торговой сессии, да и вчера тоже мы наблюдали рост после коррекции, которая была не с ней назад. Вообще был такой этап, вот сразу после того, как мы прогнозировали рост до конца недели в ходе прошлого вебинара, в четверг, вот после этого роста последовала некая коррекция вниз опять же это вполне нормально, потому что мы имеем дело с финансовыми активами, если мы посмотрим график любой акции либо любой валютной пары, то увидим то же самое, то есть нет такого актива, который всегда растет, есть только те, которые растут сильнее, чем другие. При этом коррекции либо откаты, как еще называют, вполне нормальные явления, и более того, откатом нужно уметь воспользоваться. Вот одна из стратегий торговли по биткоину заключается в том, чтобы покупать биткоин после отката. То есть, если вы видите, что цена биткоина потеряла, скажем, порядка 300-400 долларов, что регулярно происходит по данному инструменту, то вы можете просто покупать, воспользоваться случаем и купить биткоин по хорошей цене. Вот если мы посмотрим, на график опять же биткоина по отношению к доллару, то увидим, что после коррекции всегда следует рост. Главное дождаться правильного момента для входа в рынок, то есть обозначить для себя некий важный уровень, можно опуститься на более низкий таймфрейм и после этого уже совершить сделку на покупку. Поэтому, говоря о перспективах эфира, они также довольно радужными представляются. мы прогнозируем то же самое, что и по биткоину, повторение ситуации. Мы, вероятнее всего, в ближайшие дни увидим рост до 400 долларов за один эфир. Это максимальное значение, вот та самая двойная вершина, о которой мы уже говорили. И говорить о продаже или о том, что, скажем, рост эфира исчерпан, можно будет только после того, как мы увидим пробой восходящего тренда. То есть у нас есть сейчас довольно хорошо наблюдаемый восходящий канал, это фигура графического анализа. И говорить о том, что цена будет падать, можно только после того, как мы окажемся за пределами этого канала. То есть мы пробьем нижнюю границу, это отметка в 300 долларов за один эфир, и закрепимся ниже данного уровня. То есть торговая идея заключается в том, что пока нужно покупать эфир, вероятнее всего мы увидим отметку в 400 долларов в ближайшие дни, и вполне вероятно, что будет обновлен максимум, мы увидим новое максимальное значение. И продавать эфир можно будет только в том случае, если мы окажемся ниже отметки в 300 долларов за единицу данной криптовалюты. По сути, ситуация повторяется. Та, которая была ранее по биткоину, сейчас повторяется по эфиру. То есть мы видим восходящий канал, и цена постепенно приближается к верхней границе этого канала. Да, Ирина, вижу Ваш вопрос. Ну, когда? То есть о точных сроках говорить не приходится, потому что все меняется в очень быстрый момент, то есть мы можем видеть как и консолидации продолжительные, так и взрывной рост. поэтому сроки обозначить точно будет не так просто. Скажем, что это одна-две недели ориентировочно. Вот именно в эти пределы стоит обозначить, в эти пределы стоит вместить нашу торговую рекомендацию по эфиру. Что касается советников для криптовалюты, вопрос Михаила, мы его разбирали на прошлом вебинаре. Да, на самом деле большой плюс использования терминала MT4 в том, что вы можете ставить своих советников в данную платформу, в отличие от биржи криптовалюты. Если вы торгуете на бирже криптовалют, у вас нет инструментария для того, чтобы поставить советников и как-то свою торговлю автоматизировать. Для MT4 это сделать вполне возможно и, конечно, это важный плюс. То есть наличие больших инструментов, большого количества инструментов для технического анализа, а также для построения различных графических моделей. Двигаемся дальше. Что касается криптовалюты ETH Classic, это вот та криптовалюта, которая образовалась в результате разделения одного эфира на две составляющие. Это вполне обычное явление для рынка криптовалют, когда одна из них разделяется на две. То есть мы говорили о том, что система блокчейн представляет собой некую цепочку блоков, а в каждом из этих блоков хранится информация о транзакциях внутри системы. То есть попросту говоря, история операции между участниками системы биткоина. И вот когда, скажем, происходит какое-то недовольство внутри системы, то есть некоторые участники могут воспользоваться ситуацией и разделить протокол на два. То есть может появиться вторая криптовалюта. Вот именно так получилось в свое время с эфиром. То есть помимо главного эфира есть еще и фриклассик. И что касается его движений, то мы можем также видеть, как сильно он вырос с мая этого года. В мае он стоил буквально 5 долларов, а сейчас же находится на отметке в 20, в почти 20 долларов. 18,4 сейчас котировка данного инструмента. То есть рост на 400 процентов или более чем серьезный. Поэтому если мы посмотрим на график данного инструмента, то отметим, что у нас также есть некая восходящая тенденция, хотя в данном случае мы скорее говорим про боковое движение, у нас есть некий боковой канал скорее. Поэтому правильнее всего будет дождаться, пока мы выйдем за границу этого канала. Если вдруг эфир классика окажется выше отметки в 23 доллара, это верхняя граница, то его нужно будет обязательно покупать. Пока же мы не дождались данного события, можно также постепенно покупать небольшими объемами данный инструмент с целью как раз-таки вблизи отметки 23. У нас есть еще потенциал для роста с данной точки к верхней границе этого ценового канала или ценовой диапазон. То есть мы с вами видели сегодня восходящий канал, это по обычному эфиру, по эфир классик мы видим канал боковой, то есть некая консолидация, хотя опять же в прошлый четверг мы говорили о том, что есть отличная торговая идея, мы находились в этом моменте рынка, то есть на отметке 15 долларов за один эфир классик, и мы также советовали вам покупать с целью возле 23 долларов за один эфир классик, эта информация также есть в нашей записи вебинара, поэтому можете удостовериться в данной торговой идее, на самом деле так оно и получилось, мы увидели, что цена достигла данного уровня, и уже затем произошел отбой от этого ценового значения. Сейчас мы также можем рассчитывать на движение к этому уровню, и вероятнее всего будет стексирован пробой данной отметки, потому что опять же, судя по истории движения биткоина, если мы видим двойную или тройную вершину, то есть когда цена касается одного уровня в несколько раз, то мы затем наблюдаем пробой этой отметки и дальнейшее увеличение стоимости в несколько раз. Даже такое бывает на рынке криптовалют. Поэтому, что касается эфир классик, так стоит поступать в ближайшие дни. читая вопросы, которые есть в общем чате, вы можете задавать их, не стесняться, все их мы обязательно разберем уже сегодня. Не знаю, кто все говорят о сильном падении криптовалют до сентября, я такой информации честно говоря не видел, возможно будут какие-то чаты специальные смотрите, либо форумы. У нас в компании Амаркетс тоже есть свой телеграм-чат, в котором вы можете обсуждать все торговые идеи, там регулярно появляются в наличии самые разные возможности и важные уровни, а также аналитика по криптовалютам. Отмечу еще раз, что какие-то фундаментальных серьезных факторов для снижения криптовалют в данный момент нет, ничего по сути не угрожает дальнейшему росту, ну кроме пожалуй фиксации прибыли, то есть те, кто покупал скажем, биткоин по 2-3 тысячи долларов, конечно, фиксируют часть своих позиций, но опять же делают это очень осторожно, потому что понимают, рост может продолжиться. На самом деле, многие ведущие аналитики, в том числе инвестиционных банков США, говорят о том, что биткоин наоборот будет стоить около 10 тысяч долларов к концу этого года, поэтому о масштабном снижении, честно говоря, я слышу впервые. Есть ряд факторов, конечно, которые оказывают влияние на продажи биткоина, но для того, чтобы криптовалюты обвалились, нужен очень серьезный новостной повод. Например, закрытие какой-нибудь биржи криптовалют, как это было в 2019 году, либо, скажем, какой-то сбой программный, либо взлом кошельков биткоина, то есть все то, что мы уже видели ранее, примерно 3-4 года назад, когда биткоин снижался в прошлые свои разы. Поэтому сейчас, опять же, нужно понимать, что для падения криптовалют нужен какой-то очень весомый аргумент. Пока же мы таких не видим, и более того, это должен быть такой аргумент, который никто предсказать не мог. То есть что-то неожиданное, что никто не, опять же, прогнозировал, и что может апоцировать массовое закрытие позиций на покупку биткоина. Поэтому вот пока нельзя говорить о том, что есть основания для снижения криптовалют. И я бы вам советовал ориентироваться больше на рост. Опять же, можно обозначить уровни, которых стоит продавать, но пока мы их, конечно же, не достигли. То есть биткоин можно продавать не выше, чем за 4 тысячи долларов. Именно здесь находится важный технический уровень, который служит основой для покупок. Вот можно так обозначить. Если мы перейдем на более старший таймфрейм, вот, пожалуйста, на дневном графике это более очевидно. Вот важный уровень, который есть и на который стоит опираться. Это отметка в 4 тысячи за 1 биткоин. Вот как только мы окажемся ниже этого уровня, конечно, стоит продавать биткоин спекулятивно, и можно будет заработать примерно 200-300 долларов как минимум на снижение. А пока мы находимся выше данной отметки, можно говорить только о дальнейшем росте. Вот, пожалуй, все, что стоит сказать о развороте по данному инструменту. Да, ссылку я попрошу моих коллег скинуть в общий чат, либо попрошу вас обратиться к менеджеру, либо в техподдержку компании Амаркетс, и вам направят ссылку на Телеграм-чат. Это будет очень полезно, я уверен, вы сможете в режиме реального времени получать все торговые идеи. Оборудование для добычи криптовалют нужно довольно дорогое, сейчас есть смысл вкладывать в это не менее чем 5-10 тысяч долларов, если вы хотите зарабатывать на майнинге, на самом деле много. Это я отвечаю на вопрос Романа об оборудовании по криптовалютам. Поэтому, конечно, еще раз повторюсь, гораздо проще торговать и зарабатывать на трейдинге криптовалют, а не на майнинге. Далее, что касается ICO и покупки токенов, то это, конечно же, мощнейший инструмент для заработка на этой сфере, но отметим, что 99% ICO это пустышки. То есть, если вы откроете сайт с теми ICO, которые будут в ближайшее время, и затем откроете их же сайты через 2 недели, то увидите, что сайтов этих просто нет. То есть, у нас был пробный опыт, лично я участвовал в 2 ICO, правда, одно из них очень хорошо себя показало, это ICO EOS, возможно, вы слышали про него. Но вот второе обернулось полным провалом, можно эту ошибку обозначить, я ее не скрываю, пусть была инвестирована совсем небольшая сумма, это порядка 100 долларов, но тем не менее. было анонсировано ICO с довольно интересной идеей по созданию специального мессенджера на основе блокчейна, но затем сайт просто перестал отмечать через несколько дней после начала сбора инвестиций. И такое, на самом деле, бывает очень часто, повторюсь, 99% ICO это пустышки, поэтому нужно очень серьезно подходить к выбору данных инструментов. Мы в компании Amarkets специально выбрали 8 самых надежных криптовалют, с которыми ничего не случится, и на основе них можно выстраивать свой заработок, можно совершать сделки по покупке или продаже. Что касается выбора ICO, то это тема для отдельного вебинара, и, повторюсь, ICO довольно рискованная тема, то есть можно вложить сумму и не получить вообще ничего. То есть, если мы торгуем на рынке, скажем, покупаем биткоин, то мы можем заранее знать свой риск, можем поставить стоп-лосс, ограничить наши потери, и в таком случае все прогнозируемо, то есть мы не можем потерять всю сумму, не можем потерять больше, чем изначально для себя определили. А в случае с ICO это не так, то есть мы можем просто потерять все, и, конечно, нам это, как серьезным людям с серьезными капиталами, трейдерам это не подходит. Поэтому, конечно, лучше торговать надежными криптовалютами с наибольшей капитализацией. Да, я могу озвучить те, кто у нас есть. Это биткоин, эфир, эфир классик. Да мы сейчас их, в принципе, все и разберем. Вот мы биткоин уже рассмотрели, эфир тоже, эфир классик видели, далее, Zcash, тоже в условиях восходящего тренда находится, ее также можно покупать, у нее сейчас важный уровень, отметка 250, это круглое число, поэтому вполне можно закупаться от данного значения с целью около 300 и даже 400 долларов. Вот следующие цели, которые можно обозначить, это красные линии на графике. Это криптовалюта Zcash, напомню. Далее у нас есть Litecoin, это то, что та монета, которая основана на технологии биткоина, по сути, то есть он намного похож на биткоин, но несколько отличается по ценообразованию. Это наша главная гордость с прошлого вебинара, мы прогнозировали рост после пробоя к уровню в 53, мы говорили о том, что она будет стоить 73 и может быть даже больше. И вот на самом деле буквально до 94 долларов в данный витковалюта сходило, Litecoin блестяще себя показал, вот именно на нем заработали наши клиенты на прошлой неделе. Вот в пятницу один из клиентов у нас свой депозит утроил, он довольно большим объемом заходил в рынок, но тем не менее купив Litecoin по 64, по-моему, он закрыл его вблизи отметки 85 и мы за него очень радовались на самом деле, потому что торговая идея, которую мы озвучили, отлично себя порекомендовала, зарекомендовала, прошу прощения. Далее, сейчас по Litecoin также есть тенденция к росту и повторному тестированию максимальных значений. Вот сейчас двоякая ситуация, у нас есть важная отметка, это 80... одну секунду... Да, это 81 доллар за один Litecoin. Вот если мы от этого уровня сейчас отобьемся и не закрепимся выше данного значения, то можно будет продать Litecoin буквально с перспективой в один-два дня и заработать на снижении цены. Правда, снижение, скорее всего, будет недолгим и снижение будет примерно до уровня в 75-73, может быть, долларов. Это, опять же, если мы видим отбой от данной отметки, то есть движение будет у нас вот сюда вниз. Но более вероятен второй сценарий это пробой отметки 81 и рост вот сюда к отметке в 90 и 95 долларов за один Litecoin. Поэтому ситуация двоякая, буквально час-два нужно будет понаблюдать за развитием ситуации и далее уже принять торговые решения по поводу Litecoin. Далее у нас есть Dashcoin, это так называемый новая, относительно новая гриптовалюта, но тем не менее она входит уже в десятку по капитализации. Она также имеет много общего с обычным биткоином, но ее проекты более нацелены на благотворительность. Насколько известно, создатели данной гриптовалюты очень много внимания этому уделяют. Именно за счет этого она обеспечила изначально наибольший доход и за счет этого сильно росла в начале своего появления. Мы также видим модель на графике, когда цена обновляет свой исторический максимум. В данном случае это была отметка 216 долларов и затем просто удвоилась. После обновления максимума цена просто выросла в два раза. Это произошло в конце июля. На этом движении мы также заработали, правда довольно поздно заметили пробой уровня и лично я входил в сделку по 280 долларов, то есть довольно далеко от точки пробития. но тем не менее прибыль получить удалось. Вот сейчас мы видим ситуацию аналогичную той, которая происходила по биткоину. Зафиксируйте этот момент, когда мы видим большую тень в свече, то есть сначала цена сильно падала, но потом сильно выкупили объем, то есть весь объем, который был на продажу, он оказался выкуплен. То же самое было по биткоину несколько раз. Это вот данная свеча, курстор мыши на ней находится и вот это тоже. То есть обращая внимание на те тенденции, которые были ранее, стоит говорить о том, что данная литровалюта будет также расти в будущем. Что касается других инструментов, то у нас представлены еще Ripple и Monero. Вот Monero стал настоящим открытием последних недель. Произошло то же самое, что и по другим литровалютам. мы обновили максимум на отметке 53 долларов за одну монету и затем цена выросла уже не в два раза, как случилось с Dashcoin, а в три раза. То есть мы были на отметке в 150 долларов за одну монету Monero. И сейчас ситуация похожая. Я видел вопрос в общем чате о том, как биткоин влияет на проще криптовалюты. И здесь конечно нужно отметить, что очень сильно влияет, потому что это главная криптовалюта, именно на нее все ориентируются. И прежде всего объем и заходит первым в биткоин, то есть биткоин первый начинает свой рост, но и выходит объем первым из биткоина. То есть он является таким проводником в своем роде для других криптовалют, но за исключением одной ситуации. Вот когда какая-то криптовалюта пробивает свой максимум прошлых лет или прошлых месяцев, то биткоин уже никак не может на нее повлиять. То есть та монета, которая пробила свое максимальное значение, просто улетает вверх и увеличивается в 2-3 раза по отношению к своей прошлой цене. Поэтому в таких ситуациях, конечно, биткоин очень слабо влияет на другие криптовалюты. Когда есть именно факт пробоя какой-то важной отметки. Я вижу на сегодня активное обсуждение в чате, это замечательно. Сейчас постараюсь на основные вопросы ответить, либо как-то прокомментировать про объем торгов эфиром в Южной Корее 40%. На самом деле Южная Корея очень технологически сильная страна. Там крупнейший брокер какао стопом он называется. Это фондовый брокер крупнейший и он первым из фондовых брокеров в Южной Корее разрешил торговыми криптовалютами, то есть сделал ее доступной. Поэтому бояться того, что весь объем находится, либо большая часть объема находится в рамках одной страны не стоит. Плюс на самом деле я больше проверил эту информацию, потому что я не уверен, что 40% эфира торгуется в Южной Корее. в том источнике, который вы смотрите, речь идет про то, что именно фондовый объем. То есть учитывая, что биржа Южной Кореи Какао Сток запустила торговлю криптовалютой, возможно, поэтому там большой объем находится. А также потому, что, насколько я знаю, там много бирж криптовалют именно в Южной Корее имеют свою регистрацию, поэтому опять же на самом деле в Южной Корее в целом объем торговлю криптовалютами очень высокий по сравнению с другими странами. Бояться этого не стоит. Это то же самое, что фондовый рынок, скажем, находится в большем объеме в США, но тем не менее никто этого не боится. Просто там это имеет больший уровень развития, и поэтому там изначально исторический объем этот появился. Поэтому опять же бояться не стоит, учитывая то, как сильно сфера торговли криптовалюты развита в данный момент. Двигаемся. Дальше прогнозы по Ripple мы в целом. Сейчас давайте обозначим. На самом деле Ripple подвержена движению в боковом канале регулярном. По этой валюте регулярно случается такое, что цена находится в условиях узких консолидаций. у нас вот, например, долгое время такая консолидация между уровнем в 13 центов за один Ripple и отметкой в 20 центов. Вот этот боковой канал. Сейчас постараюсь более ровно его построить, чтобы было понятно. Но как только мы вышли за пределы отметки 20 за один Ripple, мы сразу увидели такой же сильный рост, как и по другим криптовалютам. Рост примерно на 50% от текущих значений. Сейчас я считаю, Ripple нужно покупать, потому что мы находимся опять же выше этого уровня в 20. Более того, этот уровень является еще и зеркальным, то есть раньше это была зонная поддержки, точнее сопротивления, затем стала зоной поддержки из основ теханализа. Это очень важный момент, поэтому Ripple безусловно стоит покупать в данный момент, тем более на долгосрок. Ну вот все правильно, да, Макс мне в общем чате подтвердил мои слова о том, что в биржах, в Корее, прошу прощения, очень много бирж криптовалютам, поэтому объем большой. Спред на криптовалюту зависит от того же, от чего он зависит и на фондовом рынке, то есть от наличия лихвидности. Если, скажем, большой объем ордеров на покупку и продажу в моменте, много денег в стакане, так называемом, то и спред низкий. Если же криптовалюта, скажем, неактивна, ей никто не интересуется, то спред очень широкий. Вот опять же, поэтому мы своим клиентам предлагаем торговать именно основными криптовалютами, потому что по ним довольно узкий спред, всегда полный стакан, то есть можно купить и продать по рынку любое количество, любой объем криптовалюты. Если вы откроете сайт и биржи криптовалют, то увидите, что там практически всегда очень широкий спред, особенно по редким криптовалютам, и конечно если объемов там нет, то есть никто не предлагает покупку-продажу инструменты, то и спред будет довольно широким. Все только рынок решает и никто больше. Да, я вижу еще один вопрос по Ripple. В моем портфеле он конечно же есть, и у многих клиентов моих тоже есть, хотя бы потому, что это самая дешевая криптовалюта, которая у нас есть, всего лишь 22 цента стоит сейчас мы покупали ее сначала также по 20, затем частично выходили из позиции, когда она была по 15, но затем докупали примерно по 16-17 и фиксировали всю позицию примерно по 26, я помню. И сейчас она также есть в портфеле. Плюс на самом деле я бы добавил сейчас, кто еще этого не сделал, в свой портфель Ripple, потому что опять же повторюсь, мы отбиваемся от очень важного уровня поддержки. Ну, в принципе, с анализом криптовалют у нас на сегодня все. Мы ключевые инструменты рассмотрели, поэтому будем рады видеть вас среди наших клиентов в нашем чате в Телеграме, например. У нас запущен, кстати, свой портфель криптовалют, то есть вы можете купить не одну, а сразу несколько криптовалют за сравнительно небольшую сумму. Учитывая, что там есть дробный лот, вы можете всего лишь за 130-150 долларов купить портфель, который будет содержать в себе биткоин, эфир и лайк. То есть потенциал роста у этого портфеля крайне высок, до конца года он может прибавить примерно 100-150%. Поэтому рекомендую к нашим специалистам обратиться за более подробной консультацией по данному продукту. Также отмечу, что мы запускаем счета в криптовалюте, вы сможете прям биткоином пополнить счет нашей компании и совершать все операции именно в этой валюте. Потому что опять же торгователь из биржи криптовалют довольно рискованное занятие. Пусть есть и довольно крупные участники данного рынка, тем не менее регуляции у них нет никакой, поэтому в случае проблем обратиться будет просто некому. Если сайт перестанет отвечать, то некуда будет пойти. Но эти все плюсы и минусы мы с вами уже сегодня рассмотрели. Ну что ж, на этом будем постепенно заканчивать. Я думаю, что мы оставим общий чат на то, чтобы вы могли еще задать дополнительные вопросы, либо всегда можете к нам обратиться в компанию любым из удобных способов, онлайн-чат, почта, либо просто телефон горячей линии. Мы сразу сейчас ответим на любые ваши вопросы и поможем освоить сферу криптовалют и начать на ней зарабатывать. Поэтому на сегодня все, в следующий четверг у нас также будет вебинар в это же время 19.00. Наша компания называется А-Маркетс, напомню, ссылки мы, насколько я понимаю, давали в общем чате, но могу скинуть ее еще раз прямо сейчас. Компания А-Маркетс, мы не биржи криптовалют, а мы именно британская компания с регулированием. То есть у нас клиенты все защищены на сумму до 20 тысяч долларов по каждой претензии. Вот в этом опять же отличие от биржи криптовалют. На этом сегодня все увидимся в следующий четверг, если вам эта тема интересна и вы хотите дальше в ней развиваться. Всего доброго и всем успехов в торговле. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok